Слава Украине! Привет от Полонского! Ребята, утренняя информация, прежде всего, Харьков, потому что Харьков сейчас стал, знаете, таким вот очередным Сталинградом и нашим. И вот русские, они берут и, собственно, то, что они там творят, это можно сравнить только то, что было в Бордянке и Буче, а также в Мариуполе и в Чернигове. Собственно говоря, они везде делают то же самое. Они убивают гражданских. Так вот, что они сейчас делают? Они бросают бомбы на Харьков. Ну, бомбы они не могут бросать, поскольку летать не могут. А ракеты. Ракеты различных типов. Ракета вроде бы взорвалась, но что они делают? Прежде всего, обстрел идет исключительно по гражданским объектам, по жилым кварталам. Ракета взорвалась. И полетели какие-то от нее запчасти. Ну, люди думают, у нас, кстати, видео этого всего дела есть на Телеграме. Я сейчас найду. Вывешу ссылочку снизу в описании, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Значит, взорвалась вроде ракета. Град чаще всего долетает. Его сбить сложно. И его не видно, он взрывается. Да. Так вот, взорвалась эта штучка. Все, вроде взрыва нет. Все, закончилось. Отбой тревоги. Ага, а где-то рядом лежит на дороге или возле дома, или в детском садике. Или еще залетел тубус. Вот такой вот небольшой. Ну, как копилочка кругленькая такая. Ни на что не похожий. Со стороны вообще не опасный. Не похож ни на мину, ни на что. Не опасная штучка лежит. Потом она, эта штучка лежит от 10 секунд и до нескольких часов. И взрывается. А уже на улице могут, это же еще раз учтите, что они обстреливают только жилые кварталы. На этот момент на улице уже могут быть дети. На этот момент старики могут быть уже выйти на улицу. Уже же нет обстрела. Уже все, можно выйти. В этот момент этот тубус и взрывается. То есть, это взрывчатка отложенного действия. Замедленного действия. И получается, что вот таким образом они пытаются нанести нам максимальный ущерб. Но, естественно, максимальный ущерб кому? И именно гражданским лицам. С тем, чтобы вызвать панику, вызвать истерику. Вы знаете, какой этого всего результат? Прямо противоположный. В Харьков начали возвращаться люди, которые были в других регионах Украины. Люди не так боятся, вы знаете, уже мало обращают внимания на обстрелы расистов. Люди в основном бежали из Харькова от того, что они боялись, что туда зайдет Россия. Но первые дни войны люди, честное слово, боялись, ожидали, что огромная орда сунет, что ее не остановят, что Харьков сдадут. Вот такие у очень многих людей были мысли в голове. И из Харькова очень многие уехали. В настоящий момент абсолютно понятно, что Путину не видать Харькова как своих ушей. И люди начали возвращаться, они поняли, что никакой русский мир туда не придет, что Харьков выстоит, что руководство страны, руководство города делают абсолютно все необходимое для того, чтобы никакого русского мира на дух никогда в Харькове не было. И начали возвращаться назад. И вот в этот момент имена расисты решили припугнуть. Вы понимаете, когда ты уже пуляешь, сколько там, полтора месяца, почти два месяца, уже скоро будет, наверное, на тебя уже просто, знаете, как на шакала. Обращать внимание, где-то там дзявчи, ну дзявчи дальше. А мы делаем свое. Нам нужно Украину строить. Таким образом люди пошли возвращаться. И самое главное по Харькову. В Харькове возобновляется учебный процесс в школах. Так вот, это назло Путину. Если он думает, что он Украину каким-то образом как-то там победил, нет. Нет шакал. Хотя шакал для тебя очень хорошее название. Ты хуже, ты таракан мерзкий. Вот. И на Путина никто не обращает внимания. Конечно, понятное дело, что под обстрелами расистов учебный процесс будет в удаленке. По Зуму, по Скайпу. Ну, кто как будет делать. Но факт тот, что наши дети должны идти в школу. Они должны учиться. Несмотря на то, что у нас шизанутый сосед с шизанутым народом и шизанутым руководством, которые хотят нас убить. Мы будем назло им учить своих детей. И наши дети будут ходить в школу. Они будут грамотными. В отличие от их детей. Которых они учат только убивать. И то плохо. И то они нихрена не умеют делать. Вообще ни на что не способны. Таким образом, ребятки. Харьков стоит. Харьков держится. Никто ему ничего не сделает. Как и всем остальным городам Украины. Украина понад усе. И все будет Украина. Украина. Украина.